Поучаствовать в традиционном фестивале «Поверь в себя» приехали подопеченные 15 территориальных центров социального обслуживания населения. И это довольно неплохая цифра, учитывая, что всего в области учреждений такого типа 20. Творческим и одаренным все карты в руки. Любители декоративно-прикладного искусства привезли с собой изделия собственного изготовления. Внимание публике они представили вариации на тему Нового года. Креативные ели, игрушки из различных материалов, картины из бисера, поразничные открытки и многое другое. Человеческая фантазия безгранична. Об этом красноречиво говорила тематическая выставка «Рукоделие». Музыкальный талант воспитанники отделений дневного пребывания для инвалидов территориальных центров социального обслуживания населения области продемонстрировали на сцене. Отбросив страх, они выступили перед широкой публикой. Я выше поднимаюсь, мне нравится такое выступление. Я хожу просто выступать, мне нравится работать, танцевать и играть. Общение новое, радость. В будущем будете участвовать в таких мероприятиях? Буду. Артистичные, музыкальные, без всяких сомнений, одаренные юноши и девушки на фестивале проявили себя в разных жанрах. Выступления участников сопровождались бурными аплодисментами, что стало подтверждением признания их таланта. В этот день они без всяких сомнений поверили в себя. Участие в фестивале простимулировало многих к новым начинаниям. Они открытые, эмоциональные, на них просто. Смотреть на них, как они приходят сюда и взаимодействуют друг с другом и в принципе даже с нами, как-то очень заряжает нас. Сегодня в московском районе города Бреста проживает более пяти тысяч людей с ограниченными возможностями. В территориальном центре социального обслуживания населения для них предоставлены три отделения дневного пребывания. На постоянной основе сегодня пребывают 72 человека. Все они проходят социально-бытовую, социально-трудовую и психологическую реабилитацию. Творчество их жизни занимает не последнее место. Поддержка инвалидов – это, в общем-то, программа государственная. И она развивается и дальше будет развиваться. Ну, вы обратили внимание, что уже и по городу идут изменения, и соответствующие автобусы есть для того, чтобы передвигались инвалиды. И на остановках подготовленные для того, чтобы опять-таки инвалиды размещались в автобусах. Вот. И даже появляются новые такие услуги, как сопровождаемое проживание. Во всех вот этих инновациях мы участвуем, и то же самое, являясь государственной программой, она и предназначена для того, чтобы инвалиды не чувствовали себя обездоленными, так можно выразиться, чтобы они чувствовали поддержку. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания Буктовая.